здравствуйте на телеканале беларусь 4 школа жизни о депрессии знали еще во времена античности имена взрослой ибо подростковая депрессия считалась мифом современное исследование показывают что сегодня это достаточно распространенное явление и врачи не зря бьют тревогу к чему может привести подростковая депрессия об этом поговорим сегодня даже если вы не смотрите телевизор не слушаете радио не читаете книжки и интернет любой родитель знает что в подростковом периоде скорее всего будут проблемы как их избежать подростковый возраст это возраст страстей протестов сопротивления и очень сильных чувств подростковый период время когда ребенок пытается самоопределиться и найти себя в этом мире наша задача как родителей помочь ему и показать ему перспективу чтобы он не терялся в потемках подросток это уже не ребенок но еще не взрослый подростковая депрессия может выливаться в крайне острые и даже трагические случаи ранее считалось что это касается детей из неблагополучных семей но в последнее время мировой показатель свидетельствует это дети из вполне нормальных семей окруженные заботой родителей модный термин сейчас токсические родители токсичные родители когда внешне это совершенно благополучная семья хороший достаток но вот требования к ребенку совершенно не соответствует его потребностям его ощущению ведь ребенок это отдельная личность он имеет полное право быть непохожим ни на маму не на папу не на бабушку не на дедушку он родился с уникальным набором генов и у него уникальная судьба ну условно говоря все в доме технари а он художник его не понимают ему ставят требования хорошее знание по физике по математике а ему интересные оттенки и вот в таких семьях внешне благополучных будет конфликт затяжной конфликт и очень часто дети такие дети впадают конечно в депрессии потому что у него нет самовыражения и того что он хочет стоит запомнить в отношении подросткового возраста такое слово как самоопределение он ищет вот тоже о чем говорила ольга николаевна он ищет границы дозволенного в этом мире он ищет себя кто я что я могу потому что он уже представляет о том что такое взрослый мир уже знает а кто я в нем природа-то его зовет и говорит ему что ты уже созрел ты уже взрослый ты уже должен сам что-то в этом мире делать решение принимать решение принимать его физиология ему об этом говорит он смотрит на окружающий мир и понимает что в нашей социальной действительности это невозможно он не может в ней ориентироваться он начинает очень сильно переживать что он недостаточно хорош для этого мира и у него ничего в нем не получится поэтому любое неосторожно сказанное слово в эту же сторону ему капает и капает увеличивает его неуверенность когда просто его пытались стимулировать лучше учить уроки например или там выглядеть как-то по-другому это подтачивает его уверенность в себе поэтому ему обязательно конечно где-то представление о том кто он что он может иначе он начинает искать границы этого мира он с помощью риска начинает как-то пытаться осознавать вкус жизни вот пройдя по лезвию он не думает о смерти в этот момент он просто хочет ощутить вот эту остроту что это так близко и что на самом деле реально может случиться если что-то будет не так пойдет не запланировано ему даже в голову не приходит хотят привлечь внимание к себе вот этими своими поступками чтобы тот же родитель на них страшными по да но чтобы родитель нам обратил внимание на ребенка вот они поступают именно так и действительно они не знают этой грани и не видят и они думают что они могут вернуться вот с этого состояния порой переступая черту поводом может быть все что угодно у детей и любовь ранее и неблагополучие в семье то же самое иногда страх перед каким-то наказанием безысходность которая с точки зрения подростка вот они считают что действительно это неразрешимая проблема как родителям бороться с вот таким поведением которое копирует собственно поведение например там подруги знакомой или просто поведение того человека которым подросток прочитал в интернете подростковом возрасте браться за ум очень тяжело существует целая теория если родители являются для ребенка образцом для подражания копии поведения серьезным оплотом они не будут тогда ориентироваться на ровесников но если родители не уделяют достаточно вниманием детям тогда у них авторитет и ровесники а это соответственно разрушающее поведение если вы заметили в поведении ребенка какую-то странность или вас что-то насторожило любой родитель должен знать что да при обращении к медикам мы после 12 лет предлагаем детям тесты на выявление уровня депрессии и склонности ребенка к саморазрушающему поведению но ребенок вправе от этого отказаться и опять таки эти тесты они здесь на сейчас они не дают картину полностью второй момент школе психологи безусловно работают педагоги видят ребенка каждый день и они видят четко когда начинается не стандартная для этого ребенка поведение рекомендуют психолога и вот здесь очень важно понять родителям что к психологу должен идти и ребенок и родители самый лучший психолог на свете самым отживчивым ребенком ничего не сделает если его родители будут поддерживать так скажем то состояние которое привело к беде да поэтому кроме того надо опять таки сказать не надо бояться психиатрии ведь иногда это грань очень тонка и должен быть очень грамотный специалист который скажет ваш ребенок так себя ведет потому что он просто хочет вашего внимания это демонстративное поведение лечить не надо наблюдать не надо больше обнимайтесь ходите в походы и у вас все пройдет но ведь бывает такое поведение как проявление очень серьезных диагнозов и это установить может только специалист после серьезного обследования работать надо с ребенком не отступаться от своего ребенка родительская любовь бывает сложна и в некоторых аспектах неприятно но таково быть родителем в каких саморазрушающих проявлениях детских может выражаться эта самая депрессия если мы имеем ввиду медицинский диагноз который был установлен медиками то в первую очередь это угнетенное состояние духа когда ничего не интересно все плохо нет никакой хорошей перспективы мир плохой я плохой ничего не хочется и это мало того что психологическое состояние но и физическое тоже нет сил это исправить и нет сил абсолютно нет желания здесь нужна помощь специалиста и помощь медикаментов это действительно потому что сюда включен и гормональный фон выработка гормонов меняется снижен очень мышечный тонус нет никакого желания физического и душевного хоть что бы то ни было делать поэтому ждать что он сам что-то поймет или ждать что я ему сейчас скажу что-то такое что его поднимет или вот соседка или тренер по плаванию ему что-то такое скажет и все ребенок поймет здесь бесполезно если это действительно депрессия здесь стоит быть очень внимательным гормоны на слова они реагируют если же мы просто конфликт ты кризисные проявления в поведении тогда конечно там ребенок может что-то делать знаете такой есть такой термин суицидальное поведение да это еще не он да там ребенок пытается каким-то образом сманипулировать взрослыми и давать запугивает он даже говорит об этом напрямую пытается добиться чего-то это простая манипуляция или нет я бы не сказала что она простая причины понятными бывают редко есть конечно эта формулировка стандартная что ребенку не хватает внимания всегда есть вопрос а как же его ему дать вроде же заботились со всех сил иногда начинается с таких мелочей совершенно кажется между собой и не связанных там где-то что-то питание с поведением лет в одиннадцать и потом дальше к сожалению это вырастает в не очень хорошие вещи это может длиться годами это может длиться достаточно долго не всегда просто понять что ребенок испытывает тем более что это очень часто еще связано не только со взаимоотношениями в семье но и с тем какой статус у него социуме как он в классе смог найти свое место или не смог там ведь тоже у всех подросткового возраста они же тоже там все меняются мне например не очень нравится эта тенденция что ты уже большой они уже большие они должны разобраться сами есть довольно большой кусок проблем с которыми ребенок в одиночку справиться не в состоянии многие подростки сегодня живут в виртуальном мире накладывает ли это какой-то негативный отпечаток на их поведение конечно же накладывает давайте так скажем она накладывает отпечаток он может быть как со знаком плюс так и со знаком минус по социальным сам они кстати тоже дают очень полезную информацию сам самый самый первый тест все ли хорошо вас взаимоотношениях с ребенком или надо над чем-то работать если только ребенок начинает говорить о том что нам я не хочу с тобой или папа быть чтобы ты у меня был в друзьях вот вам первый сигнал к тому что ребенок в этой сети делает то за что ему стыдно и даете этот инструмент в виде экрана чего угодно мобильника планшета ноутбука позаботьтесь о том чтобы при использовании этого инструмента ребенок освоил правила безопасности пока он еще мал и слышит вас опасности там достаточно и дать ему это как игрушку чтобы он был занят пока у вас делаются какие-то очень важные дела понятно что у вас всегда много дел я тоже родитель понимаю но эта игрушка где он потом может попробовать вот реализовать то что не очень принято родителями и часто они очень поддерживают другу друга это мнение что это пространство моей ты мама папа туда не лезь это мое закрытое пространство как реагировать кстати они по малолетству считают что это действительно их закрытое пространство они открыты всему миру в итоге кроме родителей сегодня мы говорим о тяжелой депрессии говорим о саморазрушающем поведении детей скажите пожалуйста социальные сети они могут стать ну скажем так экраном на котором родители могут прочитать да у нас есть проблемы в нашей семье есть проблемы мне запомнилась страничка одной девочки в к там все очевидно достаточно я в домике у нее было ее девиз на и по фотографиям и по списку тех сообществ где она подписана было все очень четко если бы это увидел родитель там можно было бы уже забеспокоиться серьезно то есть даже по названиям групп в которых она состояла это можно вычислить по картинкам по фотографиям по всему тому что она копирует и где она ищет взаимопонимание скажите вот суицидальное поведение это передается по наследству это скажем так итог примера чего-то или это зреет только в голове у конкретного человека вследствие каких-то причин если суицидальное поведение на фоне психиатрического диагноза как правило это передается по наследству так ну это издревле сейчас это генетики доказали но как то на нашей территории говорили дурная семья дурная кровь были такие такие случаи конечно законы генетики они с разной степенью наследования но передается можно ли говорить об эпидемии суицида в целом вообще существуют такие проявления есть наверное негативные примеры которым следуют дети которые видят вот наверное когда они эту информацию черпают из тех же соцсетей либо из прессы когда как пример это идет что там-то произошло вот такое вот и и потом мы видим что происходит это еще где и еще и еще и одинаковые наверное вот ходы жизни были понимаете проявления и страха перед наказанием и на фоне неразделенной любви и действительно как говорили наследственность вот как пример наверное ребенок даже не знал о том что у него бабушка покончила жизнь самоубийством мама в подростковом возрасте пыталась совершить суицид он этого не знал но наверное вот где-то вот это вот предрасположенности его привела к этому ребенок совершил суицид были подражания когда вот я говорю что в прессе была информация и именно уход из жизни был в том же месте таким же способом все вот вот таким и такое таким образом хочу сказать что по каждому факту суицида несовершеннолетних возбуждается уголовное дело по доведению до самоубийства и проводится тщательно расследование как уже говорили что проводится обязательно судебно-психиатрическая посмертная экспертиза чтобы выяснить вообще причины этого поступка но вот есть сообщества есть разные группы есть клубы самоубийц со сетях на ваш взгляд это правда или вымысел обратите внимание обычно поддерживается несколько очень важных мировоззренческих моментов весь мир плох в нем нечего делать или там изменяя все равно ничего хорошего не получится поэтому как бы рыпаться не стоит и дергаться бесполезно или в нем все равно мои таланты реализованы не будут поэтому ищется какой-то гипотетически другой куда можно уйти когда идеализируется уход куда-нибудь вот эти сообщества явно уже ребенка пытается почти прямо то есть тут один шаг до решения дарри там не будет написано ребенок может принять это решение сам какие моменты должны родителей насторожить и сказать о том что ребенок действительно задумал совершить необратимый непоправимый поступок когда он действительно движется к суициду реально если вдруг вы видите что у ребенка резко изменились ценности и цели ему перестала быть интересна перспектива его жизни ему перестали быть важны какие-то вещи которые раньше были для него очень важными если например он стал раздаривать те вещи которые были ему дороги закрыл социальные сети закрыл социальные сети это один из признаков говорит что то что вам дает понять что он подводит какой-то итог если ему перестало быть важно что будет дальше вот такие уже моменты должны родителей насторожить не на шутку это наверное уже предвест не очень близко очень близкого да давайте я расскажу это же но простым языком ребенок который был ну скажем такой средней трудности дома но мама говорила что-то делала что-то не делалось много времени проводил социальных сетях но при этом когда он в хорошем настроении он с удовольствием обсуждал поездку на отдых и тут он вдруг вместе социальных сетей стал послушен и перестал в них вообще это не свойственно для подростков но зато той поездкой который до этого был увлечен какие-то были планы купить какую-то другую одежду какое-то снаряжение тут он перестал интересоваться вот это то что у него уже нет этой поездки перспективе он уже себе очертил круг и он точно знает что это уже не про него вот такие моменты должны ну серьезно насторожить надо родителям проявить искусство дипломата наивысшее искусство дипломата и под каким-то благовидным предлогом показать ребенка специалиста скажите пожалуйста кроме школы кроме педагогов какие еще организации какие центры могут оказать помощь как школьникам подросткам таких родителям в гомеле работает два центра дружественных подростков подростков которые укомплектованы психологами врачами и это специалисты которые всегда придут на помощь центры находятся в центральной поликлинике на мазурова 10 в и в третьем филиале на быховской 108 работают с 8 утра до 8 вечера всю информацию можно узнать как на сайте поликлиники так и непосредственно в регистратуре обращение анонимное кроме того психологи работают ну помимо того что мы обсуждали в школах есть еще территориальные центры социального обслуживания там работают психологи в парах с юристами если ребенка или родителей волнует помимо психологического какой-то еще юридический вопрос там можно тоже получить психологическую помощь если ситуация критично в гомеле есть центры убежища для кризисных ситуаций но опять таки это надо обращаться в территориальные центры социального обслуживания главное этим специалистам слушать их прислушиваться если вам кто-то дает советы что ребенку нужна помощь не надо так скажем гонца делать виновным в этой новости надо обратиться за этой помощью и ребенку и родителям и не стесняться ни психологов ни психиатров ни психотерапевтов это три разных категории специалистов родители в такой ситуации могут обратиться сначала за консультацией безусловно специалисту правильно не обязательно в медицинский центр сразу не обязательно дорогие родители обращайте внимание на своих детей каждый из вас вот когда нужно что-то выяснить о чем-то поговорить вы понимаете что что-то назревает что-то накипает не обязательно сажать его перед собой и говорит давай поговорим это напрягает уже на первой секунде уже он закрылся все проморгали искусство дипломатии действительно очень важно пробуйте говорить в каких-то ситуациях на ходу идя куда-то делая что-то вместе каждый в общем-то родитель уже догадывается о том как разговаривать его чада родители могут обратиться за помощью в различные центры к педагогам к медикам к специалистам скажите существует ли статистика эффективности обращения подобной организации как показывает практика дети те семьи вернее где дети совершили суициды ни одна семья не обращалась к специалистам то есть ни одна семья не видела проблемы вот как уже говорили на что надо было обращать внимание никто это не видел а когда уже это произошло и начинаем разбираться в этих причинах то действительно было и там проблема вроде бы там ребенок закрывался и там он действительно закрыл свои соцсети попрощавшись в них но это уже видно только после того как произошло произошла трагедия мы не можем стопроцентно сказать что вот мы проработали с этим ребенком и все пломбу на него поставили и он никогда не совершит суицид но возможно оттянули время возможно действительно спрофилактировали а может быть он никогда бы не совершил суицид но он бы был склонен к депрессии или к другому саморазрушающему поведение может быть занятия в этом центре с подростком позволит ему через 10 лет нормальную семью создать и стать правильным участливым внимательным родителям поэтому об эффективности можно говорить только тогда когда туда пойдут люди много людей и когда наше население поймет и откроется психологом психотерапевтом и психиатром эта помощь нужна также как и всех остальных специалистов к логопеду ходить не стыдно а к психологу стыдно а ведь это специалисты одного уровня то же самое к психиатру ходить стыдно а к неврологу не стыдно а ведь грань очень тонка мне кажется просто надо быть смелее и тогда все получится и внимательнее к своим детям дорогие родители помните любое проблемное поведение вашего ребенка это не его месть вам и не желание насолить это в первую очередь крик о помощи уважаемые родители подростковый период показывает какие трудности были во время взросления ребенка самых первых дней любое требование ребенка оно объективно и естественно не заставляйте детей нервничать скандалить бояться будьте внимательны к ним самого раннего детства и тогда подростковый период пройдет более или менее гладко насколько позволяет темперамент вашего ребенка уважаемые родители как можно чаще общаться с детьми особенно в подростковом возрасте уважаемые родители любите своих детей общайтесь с ними не останетесь безразличными к любой их даже самой маленькой проблеме чтобы в дальнейшем это не привело к большой трагедии любой взрослый а тем более родители может и должен поддержать подростка в трудном для него возрасте это была школа жизни на телеканале беларусь 4 давайте и дальше учиться вместе с проектом всего вам самого доброго и до следующей встречи до новых встреч удачи а